Нам удалось сохранить и наполнить игры эмоцией. Сегодня Астана такой большой спортивный город. Бюджет пяток семенных игр в 20 раз меньше, чем азиаты, и в 5 раз меньше, чем универсиаты. Да, это предмет нашей особой гордости. Здравствуйте, это программа «Евразия дословно». Меня зовут Ерик Молдобаев, и сегодня у нас в гостях руководитель дирекции по подготовке пяток семенных игр кочевников Наиль Нуров. Наиль Фредвич, здравствуйте. Добрый день. Казахстан впервые принимает игры кочевников. А расскажите об отличиях между предыдущими играми и нынешними в правилах и регламенте. Как Астана готовилась к ним? Игры, конечно, эти необычные во многом. И, наверное, самые главные вызовы были, это, как всегда, организаторам не хватает времени. Особенно его не хватает, когда на подготовку, когда, собственно, решение о проведении игр принимается за полтора года до их проведения. Вы знаете, в Казахстане уже накоплен достаточно большой опыт в проведении больших комплексных международных проектов, таких как азиатские игры зимние, универсиада. Вот на эти проекты, например, нам отводилось по 5-6 лет. А здесь всего полтора года. Это, конечно, был такой серьезный квест. Но сказался опыт, сказалось желание. И я считаю, что сегодня уже можно сказать, что мы справились, что игры состоялись. Было и есть очень много интересного. Сказать так, что были ли отличия. Но здесь, знаете, наверное, есть смысл сказать о том, что игры кочевников – это очень молодой проект. Им всего 10 лет. Поэтому они такой растущий проект. И та база, которую заложили наши киргизские братья, по большому счету, она стала основой. Но мы кое-что добавили, кое-что трансформировали. Но главное, я считаю, что то, в чем и заключается феномен игр кочевников, нам удалось сохранить. То есть этот синтез, коллаборация науки, культуры и спорта, конечно, самое главное. И одним из самых главных достижений, о котором можно уже говорить, это, конечно, то, что нам удалось сохранить и наполнить игры эмоциями. Эмоциями не только зрительскими, а и эмоции спортсменов, участников. То есть о чем я хотел сказать. Большое отличие профессионального спорта, или, как мы говорим, олимпийского спорта, от спорта игр кочевников. Олимпийцы – это профессионалы. Это люди, спортсмены, которые заточены на результат. Которые приезжают на свои олимпийские игры, чемпионаты мира. И то есть они ничего не видят, ничего не слышат. Вся их жизнь нацелена на победу. И вы наверняка тоже с этим, как журналист, сталкивались, когда спрашиваешь спортсмену, вернувшегося с зарубежного крупного турнира, «Как тебе там Лондон, Париж?» Он говорит, а я не видел ничего. То есть вот в нашем случае это не так. И вот эта вот коллаборация, вот этой вот аутентичного спорта и современного города, на наш взгляд, родило вот такую вот эмоцию, которая вот сейчас вот так вот выплескивается. И мы это слышим и видим от наших гостей. И это доставляет нам огромное удовольствие. Бюджет пяток семейных игр в 20 раз меньше, чем азиады. И в 5 раз меньше, чем универсиады. Это разве события менее масштабные? Да, это предмет нашей особой гордости. Действительно, этот проект во многом уникален, я уже говорил. И в том числе он уникален, я еще раз говорю, по таймингу, отведенному на подготовку, по финансовым средствам, израсходовым на игры, по количеству персонала, которое принимало участие в подготовке. Я когда, наверное, недавно приезжали коллеги из одного международного проекта, который будет через год в одном из европейских городов, и они спросили, сколько человек у нас в дирекции. Я когда назвал, что 53 человека, они три раза переспрашивали, потому что я говорю, это невозможно. Вот, потому что они говорят, у нас проект намного, на менее, менее масштабный, и там уже работает порядка 600 человек. Я говорю, ну вот мы такие, мы вот так вот можем. То, что касается финансов, да, их было немного, но это дисциплинирует. Вы знаете, еще раз говорю, мне есть с чем сравнивать. Я возглавлял дирекцию и азиады, и универсиады, и после завершения универсиады мы вернули в бюджет 17 миллиардов тенге, да, то есть просто не израсходованных, то есть наш бюджет был профицитным, да, вот, а сейчас, когда ты понимаешь, что ты должен прямо буквально каждое решение, каждую покупку, там, товара, работы, услуги, ты должен ее пропускать, то, что называется, через сердце, да, то есть это дисциплинирует. И вот таким образом мы, собственно, пришли, и мы считаем, что это один из успешных, одно из успешных, да, то есть важных факторов, то, что с одной стороны все есть, но ничего лишнего, и в то же время, да, то есть и нет такого, что вот, ребята, а вот это вот вы забыли, а вот это вы не смогли. Нет, то есть вот этот баланс, да, то есть он сохранен, и это большая удача. Насколько пришлось обновлять инфраструктуру? Появились ли новые объекты? Я, наверное, начну немножко глубже. Когда было главами государств стран ОТГ принято решение о проведении игр в Казахстане, именно в Казахстане, значит, то был какой-то период, когда надо было определить место проведения, и то есть не сразу было принято решение, что это будет Астана. Рассматривались различные регионы, рассматривался и город Кунаев, рассматривался, естественно, Алма-Ата традиционно, и Актау, да, Туркестан. Но здесь, мне кажется, глава нашего государства принял, как всегда, очень выверенное, да, точное решение. То есть изначально мы знали, да, что мы не должны тратить много средств на проведение этого проекта. Одна из самых больших статей расходов, это скажет любой организатор, да, это всегда строительство. Это всегда строительство, это, как говорится, черная дыра, да, вот. И поэтому выбор Астаны был во многом, но не только этим, продиктован именно вот целью быть рациональными. В Астане практически сформирована вся необходимая спортивная инфраструктура. Сегодня Астана такой большой спортивный город, вот. И ничего к играм не строилось. Но другое дело, что подобные проекты, это всегда, значит, повод привести уже существующую инфраструктуру в порядок. Поэтому благодаря играм очень серьезно обновилась Астана-арена, наш главный футбольный стадион. Наконец-то починили крышу и привели в порядок ледовый дворец Алау. Значит, кроме этого, значит, был задействован уже существующий новый легкоатлетический стадион как место для аккредитации. Гостинично-спортивный комплекс «Думан», да. Вот. Но главное, конечно, главная наша гордость, вот, и многие будут помнить наши игры за то, что благодаря играм наша столица, наш город приобрел новый ипподром. Да, это уже существовавший ипподром «Казанар», но благодаря собственникам, это частный инвестор, благодаря собственникам мы имеем практически новый ипподром. С великолепной новой скаковой дорожкой, с полем для как пара, игровым и тренировочным, с лукодромом, с увеличенными до 10 тысяч зрительскими трибунами, с медицинским зооветеринарным центром, с конюшнями на 400 голов и многое-многое другое. Вот это все, это все, как бы, да, наследие, да, это все благодарное наследие игр, и это тоже предмет нашей гордости. Мы знаем, что на предыдущих играх в том же Кыргызстане были командные, которые представляли страну. Могло и быть несколько. Здесь же у нас спортсмены выступают под единым флагом своей страны. Почему было сделано именно подобное решение? Очень важный момент вы сейчас задели. Такой подход был уместен в начале пути, да, то есть я имею в виду на первых играх кочевников, на вторых, когда, грубо говоря, было сложно на этапе стартапа сформировать конкурентную спортивную среду, то есть надо было больше участников, да. А сейчас, когда мы перевалили за 80 стран участников, конечно, эта, так сказать, потребность, она отпала. И мы сказали нашим коллегам, давайте сделаем так, одна страна, одна команда. Можно ли назвать спорт фундаментом основы для укрепления отношений между странами и СНГ? Как это работает? Вы знаете, изначально, вот на самом, то, что называется, старте нашего проекта, вы знаете, проект это, его координирует Министерство туризма и спорта нашей республики, руководство страны, руководство министерства сразу поставили задачу, ребята, мы должны игры кочевников использовать как инструмент народной спортивной дипломатии, да, то есть мы должны в первую очередь сплотить и объединить костяк, да, это тюркские государства, да, то есть это государства, входящие в организацию тюркских государств, это организации, входящие в государства, входящие в СНГ, государства приграничные, граничащие с нами, да, вот, то есть особое внимание, да, то есть особое дружелюбие, и мы считаем, что не ущемляя никого, потому что для нас, как для организаторов, нет, конечно, любимчиков, нет, значит, там, стран, которым мы там смотрим недоверие, нет, это не про нас, да, мы всегда, вы знаете, казахи очень гостеприимные люди. Спасибо за интересную беседу, а я напомню, с вами была программа Евразия дословно, и у нас в гостях был руководитель дирекции по подготовке и проведению пятых всемирных игр кочевников Наиль Нуров. Оставайтесь с нами, вместе интересно. Редактор субтитров А.Семкин